Приветствую вас, друзья! Приветствую вас, интернациональная аудитория! На канале Каменный Успех. Дома из камня. Не у каждого на вилле вы увидите амфитеатр, как вот здесь. Для нас это уровень. Работа уникальна, работа непростая. Работа требует усилия и нервов. Для того, чтобы это все сделать красиво и правильно, для того, чтобы обработать каждый камень, для того, чтобы настроить каждого человека, чтобы он сделал вот так, как полагается по плану. Итак, по плану, как сделать этот амфитеатр, для того, чтобы не промахнуться. Вот мы, допустим, делали там 28 метров от той дорожки, 30 метров оттуда, 30 метров оттуда, и все. И вот это все соединили. И у нас получился круг, то есть точка. Мы забиваем эту точку арматуру, и все. И мы уже начинаем от этой точки отталкиваться. То есть от этой арматуры мы можем натянуть проволоку. Мы делаем подобие циркуля, полукруг. Почему за счет проволоки? Потому что веревка, нитка или еще какие-нибудь другие детали, они оттянутся в разные моменты, вы по-разному потянете, и у вас пойдут сбои. Проволока, она жестко держит круг. Поэтому первый полукруг мы делаем по проволоке. То есть натягиваем проволоку, и каждый камушек вымачиваем. Раннее утро мы начали копать амфитеатр. Земля очень сухая, не так просто идет, но мы преодолеем эту работу. Вчера купил новые отбойники. Ручка для кирки 15,50 евро. А вот сама кирка 23 евро. Самое главное, чтобы она сделала свою работу. Сейчас ребята одни будут долбить, вторые будут откидать землю. Вчера звонил пешковаторщик, объявился. Мы тут уже нормально прошли. Очень жесткая почва. Ну, как для самого театра это хорошо. Но именно если бы мы работали это вручную делали, немножко пришлось бы времени потратить. Очень жесткая земля, как камень. Сложности в первую очередь в обработке. Слишком много времени уходит на обработку камня. На каждый ступенчатый камень, который нужно было обработать, поэтому в нашем деле обработка камня одна из главных работ. Потому что не будет обработки, не будет красивой работы. Вот мы берем корявый неровный камень, обрабатываем и делаем вот такие камушки. Эти камушки пойдут на мостовую для архитеатра. И они должны быть, насколько возможно, ровненькими и красивыми. Сами ребра камней. Вы видите, они ровненькие. Под 90 градусов. Ступенчатые камни. Видите? Мы начинаем с дренажной системы. Вот это уже отбит ноль. То есть нитка вот эта желтая, это уже наш ноль. Поэтому мы должны выставить так, отсыпать. Чтобы было приблизительно высота 28-25 сантиметров. Плюс-минус немножко там. Ну и все вот это, такой круг мы будем вымачивать камнем, как мостовую. Сейчас зальем бетон вот здесь. Итак, после того, как залили бетон, сделали дренажную систему и под низом, и сверху, и вот по бокам вот круг. То есть сейчас закидываем камни, выкладываем большие сначала, а потом уже будем сверху мелкими камнями. Хорошо, чтобы проходила вода. Вода будет стекать вниз, туда к морю. Ну и потом на эти камни мы можем свободно заливать бетон и делать мостовую. Мы заливаем первичный бетон, и потом сверху стелим сетку. Ну и потом мы начинаем вымачивать наши камни. Под нашим бетоном будет проходить водичка. Ну и сверху будет вся красота. Здесь, под низом, у нас проходит дренажная система. И там, под низом, у нас проходит дренажная система. Здесь идет ложбинка и залитый растворчик бетоном. И вода уходит туда наружу. Там нет, там просто камни. Вода оттуда, если уходит, просто стекает в эту ложбинку. Ну и потом, видите, отводные трубы. Они вон пошли у нас все. Наклон есть на отводные трубы, и вода полностью уходит наружу. На самом деле я могу гордиться своей бригадой. Потому что из них уже единицы, которые не могут много делать. Все остальные, делают хорошо. Ну а те единицы, которые могут только раствор катать, они его и катают. Все равно кому-то нужно катать этот раствор. Ну а так-то все ребята могут делать, строить и обрабатывать. И так, мы почти закончили полукруг. То есть здесь будет основание. Подиум, он будет круглый. Но в данный момент ребята подоставляют камни. Сильно захотелось сделать солнышко. И вот здесь, смотрите, уже кружок. Здесь лепестки. То есть луч и солнце. Все, трудимся, работаем. Завтра с утра жидким раствором заливаем швы. Потом чистим все. Смотрите, начали по кругу вымерять. Вот у нас такая проволочка. Ну и потом начнем сверху уже вымасивать все ступеньки. Откуда же лучше начинать все-таки работу? Допустим, если у вас есть линия прямая. Какая идет оттуда или оттуда. То есть вы приблизительно знаете. Конечно, вам лучше начинать с этого ступичного камня, углового камня. И потом уже идти со своим уровнем по кругу. Так же само оттуда. И по кругу идти. Но если у вас много, много людей трудится, то на этом объекте вы можете поставить одного туда, одного сюда. Двоих еще посредине. И все, они уже идут. То есть приблизительно. Это будет все ровненько. Обратите внимание, там где мы кладем полукруг со ступенчатых камней, там существует дренажная система. Камни выложены на сухую. Потом сверху уже закидываются бетоном, раствором. И делаем полноценную ступеньку, где человек сможет сидеть, отдыхать. Что это за трубки? Вот здесь, там, там. По кругу, если посмотреть, вот видите. Это все освещение. Освещение... Короче, там вся развязка идет. Идет сюда. Вот эти. Здесь просто могут разрывать все. Там тоже самая развязка сделает. Такой специальный ящик, где все провода. Ну и здесь еще, конечно, немножко должен поработать электрик. Ну и потом все это будет освещаться. Также во время выкладывания наших ступенчатых камней, чтобы потом никто не долбил, так сказать, не разрушал нашу работу, мы закладываем трубы для электросети. Все это делается по плану. Так как у нас был план, так мы и это сделали. То есть, эти шланги поставили через каждые 2 метра. Мы их так и сделали. Посмотрите. Какой состав раствора? У нас 500-ый цемент. Мы берем 6 ведер 20-литровых. На пол мешка 25 килограмм цемента. По консистенции добавляем известь. Все остальное, ну, спрашивайте у местных мастеров, которые кладут кирпич, камень, такой же раствор. Обыкновенный раствор. Обыкновенный раствор. Вверх. Мы меряем. по планке высоту. Ну, допустим, поставили мы один камень. Допустим, 35-40 сантиметров. Сколько вы там задумаете? Вымеряем метром. Потом по уровню выставляем вот эту плоскость и верхнюю плоскость. Вы вымерили 35 сантиметров. И потом каждый камушек следующий вымеряем по уровню. Уровень. Ложим уровень. И смотрим, чтобы это было ровно, ровно. И следующий камень, и следующий камень, и следующий камень. И все, мы можем свободно идти. Возможно, есть другие варианты. Возможно, можно забить какую-то арматуру, оттянуть нитку, и у нас все будет ровно. То есть, вы эту же проволоку удлинили немножко. Вы можете по этой проволоке, так сказать, в циркулю проводить следующую ступеньку. И это будет правильно. Самый простой способ. Это по уровню. Как у нас все сделано. Видите? Это можно делать разными способами. Уже на месте смотрите, как у вас там получается. Если у вас там что-то есть, какие-то ошибки в первой ступеньке, то, конечно, вам лучше натягивать проволоку и делать по циркулю вторую ступеньку. И третью ступеньку можно сделать. Такая зарисовка получается. Нормально все получается. Правда, очень много угловых, хороших камней. Ставим. Работа, конечно, дорогостоящая, кропотливая. Но мы потихоньку стараемся сделать хорошо и качественно, чтобы это понравилось хозяину. У нас амфитеатр разделен на две части. Одна часть, вторая часть. Приблизительно, я сам уже делал это разделение. Вот я смотрю, вот отсюда, допустим, до края амфитеатра, сколько? Ну, 8 метров. Туда сколько? Ну, тоже 7-8 метров. Все. Приблизительно, чтобы конструкция, то есть нашей толщины, какая у нас там толщина, там 25-30 сантиметров, то есть 8 метров, она должна играть одним целым. У нас здесь заложенный пенополистирол. Смотрите. И вот там, вот там он больше видно. А теперь давайте я вам покажу, как это работает на самом деле. Вот смотрите, ребята замазали здесь. Но, видите, перелом. Все это работает. Все строительные швы. Они необходимы, потому что конструкция, она играет. И вот здесь тоже, видите, есть строительные швы, строительные швы. Вот здесь стоят. Все это... Каждая конструкция, она отдельно. По проекту, этих строительных швов не существует. Мы это просто делаем самостоятельно, но они необходимы. Просто необходимы. Каждый строительный шв мы оформляем отдельно. Посмотрите, везде угловые камни, которые... То есть, есть стыки. И просто там как-нибудь нагородили там и все. То есть, сделано аккуратненько. Это весь швы. Когда, все виноватся на крыль cuánt Mentions. Кор меньшеailа! И теперь sinker. Надеboy раз Blew Львовön. И сейчас бы его сделала. papel барабан". Кол Łσ Кош ana, Второй круг — 80 см. Мы берем шаблон, то есть планку, и каждый камушек выставляем по планке. И следующий камушек выставляем по планке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Песня субтитров А. Субтитры создавал DimaTorzok Какой камень нужно делать амфитеатр? С какой камня сделан? Самый натуральный бутовый камень, который обрабатывался, который каждый камушек подгонялся. Низ к этой площадке сделана из трех видов камня. Вот этот камень, вот этот, вот этот, вот этот. Он с одного карьера. Вот эти камни, вот они, вот они. Это совсем уже с другого карьера. Вот эти камни, вообще, совсем с другого карьера. Бутовые камни с трех карьеров. Поэтому, можно сказать, интернационал. Любой амфтеатр. Можно сделать с любого камня, с разных камней. КОМСКОМОЗИТЕЛЬНЫЕ АММИТИРКИ ЭКИКИ МЕЛАЗИТЕЛЬНЫЙ КОМСКОМЕР ОТЕРСКИ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Итак, заканчиваем амфитеатр. Последний ряд сейчас выгоняем. И потом перейдем на вот эту сторону, полукруг делать будем. Здесь залили уже отвод воды. Закидали камнями. И теперь осталось только остаться хороших дождей. Для того, чтобы с самого амфитеатра стекала вода вниз. Вот это кольцо, оно будет ниже самой дорожки. Поэтому мы будем выводить наши трубы. Обязательно используем дренажную систему. Здесь залезся слой бетона, тонкий слой бетона. Потом стелим сетку. И уже потом делаем массовую. Ну и вот сам процесс, как вы видите, вот картинку сзади меня. Как сделали мы, как мы умеем делать, как мы умеем подходить к таким вещам. Все ровные углы, вся тонкость в самой обработке. Обработка занимает много времени. Кладка не так много, как обработка. Каждый камушек нужно обработать. Нужно видеть окончание этой работы, чтобы ее сделать хорошо и качественно. Нужно чувствовать камень. Как каждый из вас, водитель, чувствует руль, так нужно чувствовать камень. Сейчас выводим следующий полукруг. И потом начинаем дорожку. Вот здесь, где у нас проведена дренажная система. Закончим мостовой. И потом 20 сантиметров поднимем выше. Будет у нас дорожка метр пятьдесят. Роботенка идет. Неплохо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я взял проволоку. И вот здесь расчертил маркером. Для того, чтобы каждый камушек уже шел по линии. По кругу. Приблизительно, чтобы не брать постоянно проволоку. И не отмерять шнуром нашим. А вот уже по метке каждый камушек кладем. И потом, когда мы кладем каждый камушек, сначала с левой, потом с правой. И по шаблончику. Допустим, вот эта дорожка на метр двадцать. Значит, шаблончик наш метр двадцать. Раз, отмерили каждый камушек по шаблончику, по шаблончику, по шаблончику. И пошли по кругу. Ну и вот выходим уже, так сказать, на последний круг. То есть, вот здесь круговая пойдет ступенчатая. Ну, что я хочу заметить, вы видели, дренажная система идет внизу. Вот там бетон у нас. Как бы такая лошпинка, она же ходит аж туда, на ту сторону. Но, с самого амфитеатра, кольца, тоже будут сточные трубы, будут стоять. Их не будет видно, мы постараемся сделать незаметно. То есть, закрыть, чтобы их видно вообще не было. И поэтому, мы их вот поставили, чтобы они вытекали. То есть, вода стекала вниз. То есть, даже здесь мы делаем так, чтобы, насколько возможно, не было видно. Точной трубы. Начинаем зачищать то, что мы сейчас залили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как видите, наши дорожки идут без бордюр. Подробно мы уже снимали видео и выкладывали. В данный момент мы делаем дорожку по маякам. Слева и с правой стороны идут ступенчатые камни. Но технология укладки камня одинаковая. Ссылка на мастер-класс. Дорожка без бордюра. Смотрите под видео. Каждый камень на самом деле ведет мастера. Каждый состоятельный человек должен в первую очередь искать мастера. Мастера, который сумел бы приложить тому или иному делу частицу своего опыта. За счет своего же опыта, за счет того, что мне доверяют, я приобретаю определенный опыт. Я уже могу не только амфитеатры строить. Для меня самое сложное было научиться быть маэстро для своих мастеров. Разруливать все. Смотреть, кто что может, куда кого поставить. Всех на свое место, чтобы все это быстро, качественно и производимо было. На сегодняшний день я уже могу свободно работать с ребятами. Я уже знаю, кто что может, кто на что способный, кого куда поставить. Поэтому, если вы хотите что-то построить, найдите сначала мастера. Вот как вот этот заказчик, который делает камня. Он нашел меня. И мы ему делаем в лучшем виде все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Возьмите один холм, купите, обстройте его каменными домами, сдавайте, продавайте, все что угодно. Я думаю, что это прекрасная идея, мы поддержим вас, мы возьмемся за это дело, потому что это наше ремесло, это работать с камнем. Больше нигде вы не найдете таких волков, которые могут вам построить каменный город, вы можете построить каменный город, ваше имя войдет в историю. Не мое имя, потому что я временный человек, пришел, ушел, построил, сделал, а вы, как человек, который вкладываете в это деньги, ваше имя останется. С камня можно строить все, что угодно, с разного камня, кривого, ровного, обрабатывать бутовый камень, гранит, который у вас под ногами, или в ваших регионах, с него тоже можно строить все, что пожелаете. Камень не имеет границ, поэтому состоятельные люди, люди, которые любят камень, люди, которые хотят строить для себя что-то с камня, подписывайтесь на YouTube и переходите к нам на сайт, смотрите галерею. Там очень много разных идей, и очень много чего можно подчеркнуть, как идею для своего дома, какую-либо деталь. Смотрите, стройте и наслаждайтесь нашими работами. В заключение скажу, стройте из камня, стройте города, стройте замки, стройте просто дом с бутовыми дорожками, или подпорными стенами, или каменными стенами. Все, стройте из камня.